Всем привет, друзья! Сегодня готовим самый вкусный рыбный пирог. Рецепт очень старый, так как нашел я его в тетрадке маминых рецептов. Итак, вначале приготовим начинку. В глубокую тарелку отправляем полторы банки любых консервов. У меня сегодня сардины. Берем вилку и в тарелке очень хорошо разминаем полностью всю рыбу. Размятую рыбу сдвигаем в одну половину тарелки, другую половину, та что пустая. Отправляем два отваренных вкрутую куриных яйца. Еще нам понадобится одна половинка нарезанной на маленькие кубики луковицы. Ее пока что отставляем в сторонку. Берем вилку, так как будет это все быстрее, и куриные яйца вот так вот разминаем на некрупные кусочки. Конечно же яйца можно нарезать ножиком на маленькие кубики. Это кому как удобнее. Мне, например, удобнее размять яйца вот так вот вилкой. После того, как вы размяли яйца, отправляем нарезанный кубиками лук тоже в тарелку. Берем вилку и аккуратно нужно полностью все хорошо перемешать. Старайтесь перемешивать так, чтобы ваша масса, ваша начинка была как можно больше воздушнее. Не старайтесь ее утрамбовывать. Перемешанную начинку в тарелке отставляем пока что на пару минут в сторонку. Ну а сейчас займемся приготовлением теста. В глубокую тарелку отправляем 4 столовые ложки сметаны. У меня сегодня покупная 15% жирности. К сметане добавляем 2 столовые ложки майонеза. Затем в эту же тарелку нужно вбить 3 куриных яйца. Берем ложку, вилку или же венчик, кому чем удобнее и очень хорошо все размешиваем до однородного состояния. Дальше в тесто нужно добавить соль и черный молотый перец. Их добавляйте по своему вкусу. Еще в тесто нужно будет добавить муку, примерно 3-4 столовые ложки. Более подробный рецепт, как всегда, читайте в описании под видео. И 1 чайную ложку разрыхлителя. Ну а разрыхлитель, если у вас нет, можно заменить пищевой содой. И в самом конце, чтобы все было более еще вкусно и красочно, я добавил небольшой пучок зелени. В моем случае сегодня это петрушка. После добавления всего берем ложку и опять все хорошо перемешиваем, до тех пор, пока не останется ни единого комочка из муки и тесто у вас получится однородного состояния, такое, так сказать, более шелковистое. Ну а дальше, друзья, нам понадобится любая форма для выпечки. Самое главное, чтобы она была не разъемная. Берем тесто, которое мы приготовили и половину теста нужно отправить на дно формы. Тесто в форме нужно хорошо выровнять, затем наверх на тесто отправляем полностью всю начинку, которую мы приготовили в начале ролика. Начинку в форме стараемся более-менее равномерно разровнять и после этого отправляем на верхушку начинки оставшееся все тесто. Берем ложку и тесто нужно очень хорошо разровнять, таким образом, чтобы верхушка теста покрыла полностью всю начинку. Ну а чтобы все получилось очень красиво, это будет мое добавление в этот рецепт. Берем кунжутные семечки и верхушку очень хорошо посыпаем кунжутными семечками. Ну а дальше форму отправляем в разогретую духовку до 200 градусов на 45 минут. Но за временем выпечками следите по своей духовке, потому что она у всех разная и время выпечки зависит от вашей духовки. У меня пирог в духовке простоял ровно 45 минут, посмотрите какой он румяный и красивый получился, сейчас он еще немножко упадет. Берем зубочистку и проверяем для полной уверенности не прилипает ли к нему тесто. Все готово, сейчас он немножко остынет и мы посмотрим что же у нас получилось. Берем лопатку и вот так вот аккуратно переворачиваем форму и с помощью лопатки извлекаем пирог из формы. Посмотрите из стеклянной формы мы ее ничем не смазывали, но пирог отстает очень хорошо и ничего нигде не прилипло. После того как пирог немножко остынет, разрезаем его на порционные кусочки. Можно кушать просто так, а можно сделать чашечку чая и насладиться необычным вкусом. Ну что ж друзья на этом у меня на сегодня все, вот такой вот красивый ароматный и очень очень вкусный пирог получился. Рекомендую вам попробовать приготовить, ведь все получается легко, просто и очень очень вкусно. Ну а если вам понравилось, как обычно поставьте лайк, не понравилось, поставьте дизлайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и не пропускайте мои новые ролики. Ну а мы с вами встретимся как всегда в новых видео. Всем пока, всем до скорых встреч на канале Аппетитная Кухня!